Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Macari Pro. Сегодня речь пойдет про петличные микрофоны для мобильного телефона. Досмотрите этот ролик до конца, если вы хотите качественно записывать звук на ваш смартфон. Итак, дорогие друзья, я определился с выбором где-то около года назад, и мой выбор пал на систему комика. Вот такой чехольчик у нас есть в комплекте. Иногда этот кейс переходит в статус режима различных аксессуаров, которые я сюда кладу, различные кабели, тут пауэрбанк вмещается и так далее. То есть это такая мини-коробочка, что огромный плюс. Итак, открывая нашу коробочку, здесь у нас идет в комплекте инструкция. Так как я уже рассказываю про бу-версию, которой я лично пользуюсь до сих пор, ну здесь она не совсем новая, понятное дело. Итак, называется она BoomX-D Mi. Я в описании, конечно же, оставлю вам всю информацию. Здесь у нас есть техническая документация, русского языка нету, поэтому можно смело ее выкидывать. Что важно знать про данные петлички? Ну, во-первых, в том, что они выпускаются в нескольких версиях. Первая версия идет Lightning, которая есть у меня. Вторая версия идет USB-C. Ну и третья версия этих петличек есть, когда 3,5 мм. То есть 3,5 мм мы можем вставлять в камеру. Точно такие же, за исключением того, что здесь разъем 3,5 мм. Мне эта система понравилась, потому что она простая в использовании была, и после этого я уже перешел на систему под телефон, когда начинал снимать уже с айфона. Сразу еще одна особенность о данной модели. У данной модели есть несколько вариантов комплектации. То есть первая комплектация, когда вы получаете один приемник, один передатчик. Вот так это все дело выглядит. То есть вот эта ваша петличка, вы ее вешаете, сюда подсоединяете ваш мобильный телефон вот таким вот образом. Сейчас дойдем до этого. Подключаете телефон, включаете петличку, включаете аксессуар, и можете начинать говорить и, соответственно, получать качественный хороший звук. Есть комплект, когда вы получаете сразу две петлички, как у меня. То есть я заранее приобретал с двумя петличками. Для чего это делается? Если вы любите снимать интервью, а есть большое количество экспертов, которые снимают интервью на айфон и ведут свои ютуб-каналы. Если же вам необходим качественный звук, и вы понимаете, что вы снимаете все дело в одиночку, тогда рассмотрите к покупке версию на один микрофон. Резюмирую все, что я сказал. У нас есть версия на сразу две петлички. У нас есть комплектация на одну петличку. У нас есть комплектация на Lightning, то есть на айфон. И у нас есть комплектация на Type-C. Что у нас в комплекте кладется еще? Еще вы получаете ветрозащиту. То есть что это значит? Вы взяли вашу петличку, вот таким вот образом засунули ветрозащиту в петличку, надели, и можете на улице разговаривать и адекватно общаться, ну то есть записывать любой звук, который вам необходим. Таких идет две штуки, две защиты, и это очень хорошо, что это сразу по умолчанию идет в комплекте. Вам не надо это докупать. У вас это идет в комплекте. И что вы еще получаете в комплекте? В комплекте вы получаете саму петличку, которую вы можете подсоединить. Их две будет, если вы покупаете версию с двумя петличками, и одна, если вы покупаете версию с одной. То есть вы берете эту петличку, устанавливаете ее, как вам удобно, по правилам. Вот, например, вот таким вот образом. Здесь у меня есть петличка от моей камеры профессиональной. Вот, вставляете, и подключаете ее уже непосредственно к приемнику. Вот таким образом это работает. То есть вы можете работать сразу в двух режимах. Это очень удобная функция. То есть вот в этом режиме я использую, когда мне нужно быстро что-то отснять. Когда я не хочу заморачиваться над какой-то красотой, а важнее момент, в котором я сейчас нахожусь. И этот момент составляет ограниченное количество времени. Я быстро достаю, вставляю в телефон, включаю, и уже начинаю говорить, записывать какую-то информацию, какое-то полезное видео. Если же, соответственно, я хочу, у меня есть немножечко времени, я хочу сделать это красиво, я вставляю данную петличку. Причем, обратите внимание, здесь есть специальный разъем. Я надеюсь, здесь будет видно. Здесь есть специальный разъем, чтобы вы не ошиблись, и максимально качественно вставили петличку. Она у вас не будет здесь болтаться, здесь специальная заглушка стоит. Вот. И вы вставили, и не переживайте по поводу того, что у вас петличка сорвется. Также есть удобное крепление, чтобы вы его закрепили. Можете в любое место его закрепить. Например, давайте вот так повесим. Все, и уже можете начинать работать. Смотрите, что мы еще получаем. Мы получаем вот такой кабель, USB и три Type-C, что очень удобно. То есть, в один разъем вы вставляете петличку, во второй разъем вы также вставляете петличку, а в третий разъем вы можете вставить телефон, если у вас на базе Type-C, либо еще дополнительно какое-то устройство, которое будет заряжаться. У меня это Powerbank. То есть, я вставил две петлички, вставил Powerbank, и у меня заряжается. И плюс этот кабель, когда петлички зарядятся, а они достаточно быстро заряжаются, там, в течение часа, вы зарядите на 100%. Вы можете вставить еще что-то. То есть, он будет заряжать. Да, не так быстро, как просто хороший высокоскоростной кабель, но при этом вы на ночь поставили, и утром у вас уже все зарядилось. Что в комплекте не идет? Смотрите, в комплекте не идет у нас наушники. Их нужно докупать отдельно. Наушники идут 3,5 мм. Они вам понадобятся только в том случае, если вы хотите контролировать звук. Здесь есть клавиша со звуком, которую вы можете контролировать. Вот здесь, да? И получается, вы нажимаете кнопочку, и меняется уровень громкости. Этот параметр вы можете слышать, только если у вас подключены наушники. Иначе вы этого не услышите. Теперь давайте разбираться, как это все дело работает. Мы достаем наш мобильный телефон. Вставляем нашу систему. Вставили. Видим, у нас есть два индикатора. Два индикатора красных означает, что у нас петлички не включены. Давайте включим какую-то петличку. Включаем петличку номер 1. У нас отображается меню. Здесь все на меню. Оно цифровое. Вы можете это все дело видеть. Да, то есть вот таким вот образом оно выглядит. Все, петличка подключена. Об этом нам свидетельствует синий индикатор. Все, мы готовы для того, чтобы это все дело снимать. Разблокируем наш телефон обязательно, потому что были случаи, когда вы начинаете записывать сразу, переходите в меню разблокировки. В этом случае звук может не записаться. Обратите на это внимание. Возможно, в разных обновлениях уже это пофиксили, но бывает такое, что петличка просто не записывает. И это проблема не только этих петличек. Поэтому обязательно проверяйте в тесте, как вы будете работать перед началом записи. Далее мы включаем нашу камеру. Вот наша камера есть. И давайте протестируем. Если мы одеваем наушники, то есть, соответственно, у нас есть регулятор А и регулятор Б. На регуляторе А, нажимая клавишу, мы регулируем громкость. Здесь вы, конечно же, не услышите, но когда вы приобретете петлички, вы увидите. Это простая вещь, очень крутая. На втором регуляторе есть М и С клавиши. Комбинации, точнее, М и С. Что оно означает? Давайте я вам покажу. Давайте включим для этого вторую петличку. Включаем вторую петличку. Одним нажатием специально кнопочка. И, в принципе, все. Дальше. У нас включились и отобразились два синих параметра. Все, что нам необходимо. Но, если я нажму еще раз, то я увижу уже розовый индикатор. Что означает розовый индикатор? Это значит, что мы пишем в стерео. Если мы пишем, нажимаем еще раз клавишу, видим синий индикатор. Синий индикатор означает, что мы пишем в моно. Что значит в моно? Это когда у нас есть петличка номер 1 и петличка номер 2, и мы на выходе получаем один звук. То есть, два наших спикера превращаются в одну звуковую дорожку. Но, если мы нажимаем режим стерео, так называемый, у нас появляется розовый индикатор. И что это значит? Это значит, что мы получаем все ту же одну дорожку, но с разными каналами. В один канал, давайте простыми словами, в правое ухо у вас будет писаться один спикер, в левое ухо у вас будет писаться второй спикер. То есть, если вы нацелены профессионально снимать и в монтаже дальше разбираться с отдельно этими дорожками, то вы выбираете режим стерео. Он позволит вам сделать звучание более качественным, вырезать ненужные фрагменты петлички, как это делается по уму. Давайте теперь протестируем качество звука на наших петличках. Я буду снимать параллельно на айфоне, параллельно поставлю запись. Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Я записываю звук с петличного микрофона комика Boom X для того, чтобы показать вам тест записи. Вот так это выглядит. В этом моменте, если вам видеоролик нравится, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите любой комментарий, какие петличные системы используете вы. Все, теперь мы записали тестовый звук на этой петличке. И теперь давайте я вам покажу разницу, что будет, если мы наденем нашу петличку на микрофон. Таким вот образом вы будете записывать же, да? Получается. Так закрепляем. По совести, по уму. И давайте. Всем добрый день! Сейчас я провожу тест записи микрофона комика Boom XD, но уже я подключил петличку по проводу. И теперь я могу говорить достаточно хорошо, красиво. Представляем, что этот петличный микрофон у нас есть время для того, чтобы его подсоединить, все красиво поставить. Нам ничего не мешало и у нас все было хорошо. Если вам нравится, кстати, напишите, какой звук вам нравится больше. Потому что, возможно, вам понравится звук, когда у вас есть петличка. Возможно, вам понравится звук, когда у вас есть без провода. Перегруз по громкости. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте проведем еще один тест. Ну что ж, давайте еще раз протестируем дубль два. Итак, всем добрый день! Сейчас я тестирую тест номер два. И с данной петличкой я стараюсь не говорить громко. Я стараюсь говорить даже тихо. Потому что я достаточно эмоциональный человек и могу говорить недостаточно громко. Но, так как я говорил громко, возможно, есть перегруз по звуку. Здесь он у меня пишет, что перегруз по звуку также присутствует. Но давайте посмотрим. Я буду говорить максимально тихо. Снимаем нашу петличку и проверяем тест номер два с беспроводной петличкой. Давайте чуть дальше буду. Добрый день, дорогие друзья! Теперь я тестирую второй тест с помощью беспроводной петлички. Могу сказать, что мне кажется, что эта петличка все-таки будет по качеству получше. Не знаю, просто интуитивно так чувствую. Вот, все тесты будут предоставлены. Вы их все посмотрите. И у вас все будет замечательно в жизни. Сейчас надеваем петлички и тестируем звук. Так, и так я надел петличку. Она беспроводная. Следующую петличку мы будем пробовать с проводом. И смотрите, дорогие друзья, значит, сейчас мы не можем понимать, насколько перегруз по звуку, есть ли он вообще или нет. Для этого обязательно нужно надеть наушники. Поэтому даем оператору наушники и вставляем в штекер. Теперь вставляй. Раз. Два. Слышно ли меня? И говорим оператору нажать кнопочку с громкостью. Она либо циферка А, либо циферка Б. Тогда, когда я говорю в моменте, звук должен стать тише, либо громче. И в наушниках вы его услышите. Это нужно сделать обязательно и обязательно в наушниках. Это в новых версиях петличек. Они сделали вот таким образом. Раньше не было режима моно и стерео. И вместо этого был регулятор громкости. Можно было выключать, либо делать тише, либо громче. Слышно по громкости? Все, теперь стало заметно тише. Давайте я понажимаю. Меняется уровень громкости. Слышно? Да, вот меняется уровень громкости. И вы в наушниках обязательно должны это сделать. Это важный аспект. Все, теперь давайте переключимся на петличную систему. И посмотрим качество звука на петличной системе. Ну что, друзья, теперь я надел петличную систему. Говорю с помощью нее. Также с помощью регулятора можно понажимать. Верхняя, да? Так, и я нажимаю, тестирую разные уровни громкости. И обратите, пожалуйста, на это внимание. Или оператору, или сами. Разберитесь сначала. И обязательно купите наушники для того, чтобы вы могли регулировать звук. Нажимая кнопку, звук меняется. И уровень громкости меняется. И обратите еще внимание, чем хороши эти петлички. Тем, что у них есть такая заглушка. Для того, чтобы у вас не выпала петличка. В моменте, когда вы будете ходить, шевелиться, это будет максимально неудобно. Ну что ж, звук мы сравнили. Теперь давайте сравним дальность. Сейчас мы включили вторую петличку. Я говорю в одну петличку. Здесь говорю во вторую. Слышно, да? Вторую петличку передаю нашему прекрасному оператору. остановимся потому что я не знаю ни одного человека который на 69 шагов даже не метров будем считать в шагах может отдалиться и будет записывать видео зачем это кому-то вообще надо да теперь слышно меня до кивни слышно меня слышно смотрите то есть дистанция ловит хорошо были небольшие помехи теперь я снимаю значит петличку и мы теперь говорим через беспроводный микрофон слышно ли все давайте теперь приходить возможно давайте тогда еще чуть-чуть дальше отойдем интересно все-таки стало мы можем дальше ходить но уже точно без вариантов смотреть 117 метров прикольная цифра будет для кликбейта поэтому я сейчас к вам возвращаюсь дорогие друзья но а вы ну этот видос наверное заслуживает отдельного лайка теста потому что мы протестировали оператор скажи что-нибудь поговори с нашими подписчиками чтобы было одновременно слышно что мы вдвоем с тобой разговариваем сейчас подключены две системы это тоже очень важный момент если вы с кем-то общаетесь или вы не знаю с недвижимостью и объект ваш эксперт убежал в другой конец да то все равно это может она может все записываться и записываться достаточно качественно я конечно же предпочитаю со стороны мобильности версию с беспроводным микрофоном потому что даже когда я сделал монтаж слышно было что вот эта петличка проводная очень сильно проигрывает вот но 170 метров дорогие друзья в следующем видео подпишитесь и мы сделаем с вами рекорд записи давайте возвращаться в студию что же друзья давайте подведем итоги как я говорил мне очень нравится данной петлички и все мои эксперты предприниматели все ребята которые ведут youtube каналы и любят снимать на телефон они приобретают эти петлички остаются очень довольными результатами за комплект с двумя петличками вы отдадите плюс-минус 20 тысяч рублей я считаю это очень объективная цена следующие петлички которые я бы приобретал это петлички ну вот соответственно диджая там цена вопроса 40 плюс-минус тысяч рублей если вы хотите приобрести одну петличку то это обойдется вам плюс-минус 10 тысяч рублей если вы захотите посмотреть какие-то аналоги в эти деньги вы их конечно же не найдете при условии данного качества вы можете найти петлички за две три с половиной четыре пять тысяч рублей но они уже с шумоподавлением и качество звука на выходе получается недостаточно круты что еще из мелких особенностей которые меня радуют эти петлички они достаточно длинные то есть хватает на 30-40 метров и вы можете не переживать о том что у вас будут какие-то помехи помех как таковых не бывает что друзья в обзор подошел к концу надеюсь он вам понравился искренне хочу порекомендовать вам данную систему рассмотреть к покупке если вы не хотите покупать или присмотрели что-то дешевле но не понимаете будете ли вы потом перепокупать систему потому что многие кто покупать систему от 3 до 7 тысяч рублей сталкивается с проблемой что потом нужно купить что-то покачественнее потому что уровень и качество контента хочется делать все выше и выше и выше напишите в комментариях какими петличными системами пользуетесь вы и почему ваш выбор пал именно на них и напишите пожалуйста все те ребята которые уже приобрели данные петлички как вам что вам нравится в них а что не нравится с вами был макари про на связи подписывайтесь обязательно комментируйте также есть система донатов но в принципе вы все знаете всем спасибо большое огромное благодарю вас за просмотр данного видеоролика увидимся в следующих видео в следующих видео